Пьеса называется Кто украл двоих лошадей? Режиссер Алиса Кретова Актеров она представит после У нас вот эта дверь будет не закрыта ради воздуха Мы будем следить за тем, чтобы там никто не шумел Я все сказал? Все Начинаем Включите, пожалуйста, мобильный диск Я сказал это дворально Кто украл двоих лошадей? Действующие лица Саша? Военный Кирилл Его сын 8 лет Марьяна Жена Инна Дочь 17 лет Белла Она жила в Донецке Аня Это дочь Беллы Ей 15 лет Жена Саши Это бывшая жена Саши Она же клиентка Она же труп ополченца ДНР Она же ополченец ДНР Клиент мертв И солончак Это сосед Бойцы ВСУ и ополченцы ДНР Сцена 1 Саша и Кирилл Саша и Кирилл в кабинете На столе диорама не до конца склеенная Кирилл играется с моделью танка Поднимает воздух в модели ступителя Саша наблюдает за сыном Инна тебе понравилась? Кирилл Слышишь? Понравилась тебе Инна? Нет Почему? Инна это в зеленом платье Помнишь? Работает в магазине моделей Может подарить тебе Ну Что ты хочешь? Когда? Что когда? А Когда подружитесь Можешь попросить Маме не разрешай Пыль с диорамой вытирать Что-нибудь сломает снова Идёшь надолго? У меня будут выходные иногда Не знаю На полгода Ты за старшего Неправда Что неправда? Что я за старшего Мама будет за старшего Вырастешь и будешь за старшего Слушайся её Я не вырасту за полгода Образно говоря Она бы тебя многому научить могла Инна Кирилл прыскает от смеха Что? Твоя Инна вилку держать не умеет В смысле? С чего ты взял? Видел, как она у короны ела Сказала, боится рот порезать Ну Бывают острые вилки Рот порезать Так, успокойся Икать сейчас начнёшь И хватит модели тягать Помял уже половину Входит Марьяна Что за крик? Саш Кирилл, тебя же просили модели не трогать Кирилл начинает дыкать А я говорил Ты говорил, можно брать А я говорил, со стола убрать Давайте, готово уже всё Саша поднимает диораму на подставке И уносит её Марьяна выносит четыре тарелки с приборами Затем блюдо Кирилл помогает ей На сцену возвращается Саша Он в форме бойца ВСУ Все садятся за стол Инна также сидит среди присутствующих Когда именно она появилась Неизвестна Начнём с тоста Будь осторожен Бери выходные Спасибо Инна подносит рюмку к арту Но сразу отставляет Задумчиво смотрит на вилку Осторожно трогает её пальцами Проверяя, насколько траву устраивает Я долго думал, стоит ли Марьяна в курсе Но всё-таки решил, надо Кирилл, это прежде всего тебя касается Я ухожу на фронт И неизвестно Потому ты должен знать Инна Твоя сестра Наша мама родила Инну? Нет, другая мама, женщина У тебя была другая жена Неофициально Как, как? Я был моложе И так получилось Я не знал Инну до этого года Когда мы с ней случайно встретились В магазине моделей Теперь ты можешь с ней познакомиться И надеюсь, когда я вернусь Вы будете друзьями Саша насыпает себе салат Некоторое время все молча едят Саша Марьяна Ты все зарядки положила? Надо посмотреть Пошли Выходят Кирилл старается есть, не глядя на Инну Она поднимает тарелку с салатом к лицу И ест по зверинам Ты нормально есть можешь? Я ем нормально Ты с дуба упала? Как? Из лица вышла? Да Всё равно ты не настоящий Я настоящая Законный ребёнок, значит, не настоящий Кто так сказал? Папа Возвращается Саша и Марьяна Я пошёл Звони чаще Внимательным будь Инна, я на тебя надеюсь Саша уходит Марьяна начинает собирать тарелки Поможешь? Кирилл собирает тарелки и уходит Вы такая молодая и уже работаете Вы давно работаете? Нет Я знаю Раньше в магазине мужчина был Забрали на войну Мобилизация Я просто всегда удивляюсь, когда А трудовая у вас есть? Нет Вот, это так по-украински Большой магазин и никаких гарантий Мужчина до меня несколько раз бил покупателей Они рады, что теперь я Понятно Тут я по той же причине Я не совсем Чтобы никто никого не бил А кто тут кого бьёт? Может бить Может бить Потому что идёт война Поэтому мой отец на меня надеется Инна, мне кажется, вы не совсем правильно поняли У вас есть село? В области есть дом, но я не... Тебе пора упаковать чемодан сына Марьяна встаёт и уходит Инна выходит из-за стола Садится на пол и достаёт из кармана Несколько моделей людей Ставит их перед собой Я на тебя надеюсь Ты с дуба упала? Хоть трудовая у тебя есть? Девушка, за 180, пожалуйста Нет, истребитель Спасибо, да Я прошу прощения Вы не могли бы повернуться вот так в профиль И вверх посмотреть? Кого-то напоминайте Может... Подожди, стоп, стой При чём тут раскрытие несовершеннолетнего? Мне уже 16 было И я сам кого хочешь мог раскрыть Только она хотела ребёнка Чтобы к себе привязать Для чего ещё вы? Нет, я не то хотела, прости Кирилл, это иначе Конечно, это настоящее А тогда... Ну что, я сказала ребёнку не хочу Она сказала, хочет Я ушёл Девушка, не могли бы вы мне другую коробку? У меня странный вопрос Но сколько вам лет? Потому что я, кажется На меня совсем не похожа Только на мать Так и узнала Глаза те же Раскосые слегка Лицо такое, знаешь, дикое А работа хорошая Ни бары, ни аты А так только годы на всякие За моделью приходят Никто цепляться не будет Я предлагала нашу контору устроиться Она не хочет Тут, конечно, профильное образование нужно Может, со следующего года Ваш отец Вы знали? Ну да, да Умеете, наверное, ощущать, когда... Подождите, дошло Магазин моделей Специально, чтобы меня встретить У нас с ней всё с этого началось С моделей Знаете, семейное дело Но я имел в виду... Да, всё правильно Ей понравились мои модели Потом понравился я Теперь уже не скажешь, конечно Я сходил, всё в порядке Начинаю рюкзак собирать Десятого еду Ну чего? Ну чего ты? Зарплаты каждый месяц Форму дадут Кормить будут Но сбегать же я не стану Я хочу вас попросить Это нагло? Но я иду на войну И времени нет У меня есть сын, Кирилл Если будет наступление Если мы не выдержим Вы защитите лучше оружие Можем на ты? Ты защитишь лучше оружие Я видела, на что способна твоя мать И думаю Да, спасибо Можете уехать в село У нас дом, рядом лес Тебе понравится Я на тебя надеюсь, Сина Я надеюсь, ты защитишь И когда я вернусь Мы станем настоящей семьёй На сцену выходит Кирилл Не надо было Как ты сказал? Я сказал, что папа вернётся И пожопим дадут А ты вообще ум есть? Они хотели тебя дерьмом вымазать С коровьим Нет, конечно нет Не поговорить просто Они знали, что в этом году Твой отец не с тобой И что у тебя дорогой планшет И они измазали бы тебя Коровьим дерьмом По самой Хватит уже Кирилл садится на пол Некоторое время молчит Собаку пристрелить теперь Жаль А ты не хочешь её спасти? Почему я должна этого хотеть? Она к тебе так ластилась Когда ты позвала Так радовалась И правда сказала Ебанец откусить Я сказала Откусить руку Глупая собака Теперь как Донецкий будет Вот с хата не выходи Не переживай Скоро всё изменится Может не надо Не переживай Сцена 2 Саша сидит с автоматом в руках Прислонившись спиной К промышленному холодильнику Некоторое время Молча смотрит в зал Я устал Устал Я так устал Саша встаёт Открывает холодильник Там лежит Труп ополченца ТНР Саша молча смотрит на него Потом закрывает холодильник И снова садится на пол Когда устаёшь Начинаешь забывать До скольки умеет читать сын О чём были духи Которые не купил жене Потому что купил хлебопечку Кто первым пёк в ней хлеб Запах жены Когда лежит рядом Ни одной фотографии не взял А почему Почему Саша поднимается Открывает холодильник Я тебя спрашиваю Почему Саша отходит от холодильника И какие паскудные сны Вчера Про Венгрию Она купила два билета Взяла Кирилла И улетела Вон с той взлётной полосы На курорт На море И я думаю Ёбаный в рот Марьяна А она говорит Ребёнку нужны хорошие воспоминания Про лето Откуда это Откуда это Неведомая ёбаная хуйня Каждые 20 лет Хорошее описание наших отношений Труп ополчевца ВНР садится в холодильнике Потому что Когда я оглядываюсь На эти 3,5 месяца То да Неведомая ёбаная хуйня Ты в аэропорту живёшь? Я охраняю аэропорт Многие претендуют Прости, ты что-то говорил Что-то про Венгрию Жену с ребёнком Оставил ей пин-код От всех кредитов Выгребай Хотя Отпуск с ребёнком Это всегда морока Так что может мне не переживать Что она получит удовольствие Не тебе говорить о детях Не мне Подробнее описать Как ты родила ребёнка О котором я тебя не просил А мне должно интересовать Твоё мнение? Нет Подожди Я-то внимательно слушал Когда я говорила Сколько мне лет Я читал, что Когда вы говорите Вечность Это пиздёж Потому что Вы считать не умеете Это правда Но сейчас не важно А ты когда-нибудь думал Сколько детей я родила За тот отрезок времени Который вечность И какой порядковый номер у тебя И сколько было после тебя Нет, что я действительно Хочу знать Какое соглашение ты заключил С моей дочкой Не было никакого соглашения Ну конечно было Она делает что-то странное В этом селе И я хочу знать, что Пойди и спроси У меня много детей И не со всеми разговор складывается И я уже здесь Что тебе мешает Ответить на мой вопрос? Ты мне не нравишься Двадцать лет назад Ты считал иначе Двадцать лет назад Ты не приходила В теле доклого сепара Это окончательный ответ? Да Ладно, поговорим позже С другими условиями Не будет никаких условий Передумаешь Сцена три Белла и Аня сидят у старого дома Перед ними пятилитровый бутыль Они понемногу отливают из него Воду себе на ладони И умываются Думаешь, ши скоро заведутся? Аня Мне сказали, в речке пиявки есть Я только му увидела Может они в нем захлебнулись? Так не пойдет Мы не можем в реке мыться Как животные По крайней мере тут тихо Как на кладбище Белла закручивает бутыль И носит его в дом Возвращается с фотоаппарата Покажи, что сфотографировала Аня показывает Аня, нас подбьют Да ладно Социальный репортаж Жизнь украинского села Украинское село нам воды набрать не дает Что тебе про его жизнь неизвестно? Одна женщина сегодня сказала Что заплатит, если я ей погадаю Я так растерялась, что просто ушла А может стоило согласиться? Они боятся, что вместе с нами табор переедет Надеюсь, в этом таборе есть барон Без барона неинтересно Могли бы коней красть Белла рассматривая фотографии А это кто? Сосед Приехал на лето с сестрой Я сделала пару снимков Местные? Но это их дом Колодец есть? Можно спросить Белла уходит в дом Аня делает несколько снимков в дворах Тут есть такая штука Распознаватель лиц Кирилл входит На самом деле нет Но привет, как тебя зовут? Кирилл У меня Аня Пришел с друзьями? У меня нет друзей А сестра? Она мне не сестра Интересное начало Подбородок чуть выше Спасибо Так почему сестра не сестра? Мы не настоящие Не родня? Кирилл мотает головой А у вас есть колодец? Можно попользоваться? Там плохая вода Лучше плохая, чем никакой Больше нам никто не дает Потому что вы Донецкий Нет, потому что мы Ромы Донецкие Кто такой Ромы? Такие люди, которые делают фотовыставки А все думают, что они коней крадут и ширку варят Что такое ширка? Неважно Можно прямо сейчас воды набрать? Там сестра Не настоящая сестра Ты познакомишь? Нет Она тебя обижает? Не знаю, чем смогу помочь Но хоть скажи Инна не совсем того Нормально? Да Нет Я не хочу сказать, что она дура У нее другая голова Другое в голове? Я правильно сказал Спокойно Объясни Она не знает, что такое президент И что такое вилка Вчера спросила Когда папа принесет голову первого врага На серебряной тарелке И будет править дальше Она считает, что в Украине есть король Она пошла на выгон И посмотрела на всех коров Тех людей, которые нас не любят Коровы больше не дают молока Ей нравился лес И теперь в садах растут дубы и сосны А не абрикосы и яблони Она пошла в каток к солончакам И сказала, что старый солончак Не хотел бы, чтобы они жили там И они съехали в тот же день Подожди Но в садах действительно много дубов Она не моя сестра Потому что моя сестра должна быть как я, как ты А у нее две ноги и две руки А голова другая Как будто там в мозге ковыла И она делает все, как ветер подует Может твоя сестра рептилоид с Марса? Кирилл не смеется Аня делает еще несколько снимков Голодный ел сегодня? Лесные орехи Питательно, но маловато И сердце дикого кабана Это специальная диета Чтобы я был храбрым и сильным А макароны? Да, пожалуйста Аня и Кирилл уходят в дом Вечереет Шифер хороший был Нет Стены красиво белили За огородом смотрели Колодец чист Нет 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 Именно когда появилась неизвестная Не твой дом Она ехала к цапни драмы Я вернула тебе твою хату И это не твоя Уходи и не возвращайся сюда Из дома выходит Белла Какие-то проблемы Добрый вечер У вас колодец был грязный И есть Мы почистили Вы Я Инна А это Солончак Мы ваши соседи О, хорошо Даже очень хорошо Мы уже не знали Злые люди не давали вам воды И их накажут Не волнуйтесь об этом И вообще не волнуйтесь Вы мне нравитесь, Белла Из дома выходят Аня и Кирилл Кирилл? Кирилл подходит Становится рядом с ней Мой брат переживает Что мы мало общаемся с людьми Завтра у нас семейный ужин Я бы хотела, чтобы вы пришли Придете? Да Спасибо Инна, Кирилл и Солончак уходят Дождавшись, пока они уйдут Белла вытягивает из колодца ведро воды Пробует Дает попробовать Ане Высокие деревья обступают их Это не яблони Это не яблони Саша сидит в картонной модели диорамы Старого терминала Донецкого аэропорта Мы были в зоопарке Смотрели на медведя, который загрыз девочку Она хотела накормить его конфетой Медведи как раз перевели в этот Другой зоопарк И нам сотрудники зоопарка сказали Скажите спасибо фильмам и мультфильмам Хорошим сказкам и рекламе Спасибо Скажите за то, что ваши дети Не боятся того, чего должны бояться Отчего адреналин должен выплескиваться В их кровь, в их мозг и сердце Скажите спасибо, что они не убегают Что кормят конфетами Моя бывшая жена не водила меня в зоопарк Она слишком деликатна для этого К тому же, я думаю, это старая травма Мою бывшую жену обижают люди Чья жизнь проходит по ту сторону ограды И она хорошо знает, как пригласить Каждого способного в свою клетку Я был очень способный И моя бывшая жена полюбила меня за это А она не знает несчастливой любви Если бы мы встретились сейчас Она помогла бы мне принести голову Первого врага на серебряной тарелке Она бы сделала меня главнокомандующим Она бы сделала меня королем Но мы встретились 20 лет назад И она сделала меня отцом А дети всегда остаются с матерью В этом царстве и другом И в другом царстве нет элементов А есть только ограды и зверь И вы по одну сторону И никаких конфет Позади Саши на чем-то, что напоминает земляной холм И сцену одновременно К микрофону подходит труп ополченца Он поет песню Дэвида Буэлли Вайлд из Буэлли Сцена 5 Жаркий летний день, полдень Огромный ухоженный плодовый сад Вдалеке можно разглядеть трехэтажный дом Марьяна стоит рядом с огромным деревом Расколотым молнией Не выдержав ожидания Набирает номер на мобильном Привет Не разбудила? Ну ты только год как перестал спать в обед Так что Расскажи что-нибудь Я тут жду клиентов Погода такая, что только грешников жарю Нет Без тебя и папы на дне кто не хожу Только на работу и домой И ну не достаешь, надеюсь? И не доставай Друзья какие-то Ого Девочка и фотограф Сколько? Ого Ой, Кирилл, прости, все, идут мои клиенты Не балуйся там, кушай, хорошо, пока В Марьяне подходят клиент и клиентка Они одеты слишком шикарно Клиент в костюме в блестящих туфлях На голове у него шляпы Клиентка в длинном вечернем платье На высоких пабуках Простите, сад такой большой Мы немного прогулялись А может, для начала посмотрим дом? Дом нас не интересует Как скажете? Тут три гектара земли Около трехсот плодовых деревьев Еще около стани плодовых Большинство посажено восьмидесятых Первый хозяин хорошо поработал с планированием В дальнейшем требуется только поддержка Вам нравится это дерево? Это вишня? Нет, конечно, после приобретения Можете вырубить, посадить новую Один удар молнии и все Какую архитектуру я понимаю? Слишком зависит от случая Вы тоже зависите Сегодня надели тесное платье Можете упасть в обморок в рабочее время Клиенту позаботьтесь, ага Клиент вытягивает платок и отдает его на грязь Спасибо В общем, большинство деревьев, кроме этого В идеальном состоянии Не знаю, планируете ли вы собирать рожай Но предыдущие хозяева на этом неплохо зарабатывали Не думаю, что мы будем тут что-то собирать, Марьяна Думаю, на этом можно закончить Полдень под таким солнцем можно отдыхать Вы прошлой ночью почти не спали Доставила договор на продажу Позаботьтесь о даре Клиент снимает пиджак и кладет его на землю под вишень Сажает Марьяну и сам садится рядом Это правда лишь... Не волнуйтесь Мы услышали все, что хотели услышать Это хороший сад Нам тут нравится Вам тут понравится Отдыхайте Голова Марьяна опускается на плечо клиента Он снимает шляпу, чтобы не мешать ей Половины головы у него нет Отдыхайте Такое условие Нужно заснуть, чтобы пройти Материнство не всех украшает Человеческое тело сплошная загадка Когда доходит до беременности Но вы стали только лучше Отличная генетика Отличный опыт Мы найдем вам применение Детей всегда так много Сад Вечер Большой стол За столом сидит Инна, Кирилл, Белла, Аня Солончак время от времени наигрывает на ступке простые мелодии Инна, вы целый день готовили Такой стол Пол села нужно пригласить, чтобы все съесть Никто больше не придет А с чего вы порекомендуете начать? Вон там мясо с внутренности мавки, растертый чугайстром Тушеные Любите Катюбинского? Кого? Аня Солончаку Подайте хлеб, пожалуйста Ого, вкус странный Горьковатый Долгая вытачка Соседи Солончака спрятали мешок с зерном для этого хлеба в 32-м Забыли место и умерли от голода Вчера мы его нашли Спасибо, Кирилл Вот это абрикос Колировка Соседский парень 30 лет назад полез на вершину дерева за этим абрикосом и сломался вешей С тех пор дерево родит каждый год густо, но только на верхушке Ясно, у вино тоже какая-то история Она остыла А лоза выросла там, где упали слезы иммских татар Кто такие крымские татары? Некоторое время все едят молча Теперь время для историй Расскажите о себе Что рассказать? Что-то стоящее этого вечера У нас был город, а теперь его нет Вот и вся история Куда он делся? Вы смотрите новости? Никуда не делся Просто теперь он не наш Его украли? Да Верните назад Армия второй год не будет Нет Просто люди, которые там живут Люди, которых было больше, чем нас От нас отплыли очень далеко И когда мы подплывем к ним Если мы подплывем к ним Если захотим подплывать Нас будут ждать сосисками А сосисок у нас нет У нас их и раньше не было Только арт-галереи Они поэтому решили, что нам не по пути И в общем это отвратительно Это ж надборно, знаете И вы сбежали Не сбежали Уехали Не вернулись Но вам важен этот город Да Почему? Вам важен Киев А нам не скриво Но другое место, откуда вы родом Часть того места, откуда я родом Когда-нибудь перейдет мне в наследство В этом смысле оно для меня важно Вы тоже у нас следует в Донецке? Угу 50 метров квадратных в Донецке Если они еще не властны с ДНР Уяснить Почему он для вас важен? Я очень люблю свой район В самом деле? Что такое любить свой район? В котором мы жили, пока я в школу не пошла Мы жили в новостройках Потом переехали в соседние Там дома постарше Я очень люблю этот район, который с новостройками и до школы Я всегда туда хожу, когда мне хочется как-то, ну, дышать воздухом Летом там лучше всего Абрикосов много, валяются прямо на асфальте Вишен тоже Мне там очень хорошо Было хорошо, хочу сказать Там особых обстрелов нет Но неважно, в общем, я не хочу думать Я хочу стеклянный колпак, наверное Моя любовь, это стеклянный колпак Я накрыла бы им свой район, потому что это хороший район Было бы отлично, было бы очень хорошо У вас есть такой район для меня? Инна молчит Ну а вы, Солончак, какая у вас история? Вы первая скрипка оркестра на пенсии? Я играл на свадьбах Очень любил Много мелодий знал Мог день и ночь играть И еще день, и еще ночь Работал на тракторе в колхозе Двигатели собирал и разбирал Пальцы большие стали в страну не покрутить, но в две Уши слышать перестали Ноги покрутило Свадеб у нас, правда, тоже мало стало Но я скрипку люблю Для смычка волос у лучшего жеребца срезал Сам чистил и для чего смотрит До сих пор стоит Вы не прекращайте играть Гравит? Очень Сцена 7 За столом сидят Марьяна, клиент и клиентка Клиент разламывает гранат и дает Марьяне доезд Клиентка открывает небольшой флакон с мазью, зачерпнув ее, касается глаз Марьяны Марьяна улыбается Сцена 8 Возле меня труп лежал В холодильнике Таком Длинном Его закопали Почему? Вонял Плохо Не очень приятно, да Ты не понимаешь Мне надо поговорить с бывшими В самом деле По телефону не получится А с чем получится? С трупом? Откуда ты знаешь? Потому что ты рассказывал об этом вчера и позавчера и за день до того Тебя, знаешь, даже снимали для новостей Володильник еще такой длинный был Ты не знаешь, ты знаешь, где ты? А где? Ты не знаешь, где ты? А где? Ты в плену Нет Да Это смешно То, что ты на камеру преспонденту наговорил, было смешно Сто тысяч просмотров, комментариях тоже прилично Это не смешно Это не смешно Ты знаешь, как ты попал в плен? Я знаю, как обычно попадаю Да, это была самая обычная история Все истории в мире очень обычные Я люблю про горшочек золота Про горшочек золота? Золото, да Я весь в внимании Если найти горшочек золота, многие проблемы решаются Даже твоя Как в сказке Как в ёбанной сказке Но я не уверен, что где-то здесь Что где-то здесь можно Лучше бы все-таки холодильник Ополчение тяжело вздыхает Часто говорят, мы поехавшие Люди, в смысле Люди часто говорят, мы поехавшие Сумасшедшие, без столя в голове Это нечестно Вы ведь меряете по себе Но ты, Саша, надо признать, ты в самом деле поехал Если ты просто ляжешь в холодильник Это все-таки случилось И умрешь Не прошло и двадцати лет Не в службу, а в дружбу Сука, блядь, я уже здесь Я уже здесь, говори, что тебе нужно Я знаю, что Инна делает в том селе Пусть делает, что хочет, мне все равно Нет, я расскажу тебе, что Инна делает в том селе И ты меня освободишь Значит, сделка Сделка Потому что ты в плену и хочешь домой Я хочу домой А я хочу что-то настоящее Горшочек золота Нет, я хочу что-то настоящее Ты отдашь мне что-то настоящее, и я тебя освобожу Я достану горшочек золота Еще раз скажи про горшочек золота, Саша И останешься в этом подвале ждать своей очереди в обмене пленными И она у тебя будет с двумя нолями где-то через год И знаешь, что самое неприятное? Мне кажется, ты не вполне сошел с ума Что-то настоящее Ты отдаешь мне Ты меня обманешь Конечно, обману, я так устроена, что делать? Что делать? Отдавать Я отдаю Ополченец поднимается на ноги Что теперь? Суп скотова Это не в рифму Слышишь музыку? Напевая, полченец уходит Оркестр играет Реветта, столбный дверь проширокий Саша стоит на кухне собственной квартиры За столом сидит женщина, похожая на Марьяну Марьяна? У меня был воин, и я его ждала Долго, долго, долго Женщина должна ждать Есть такой закон в Конституции Украины Сначала день, потом ночь, потом снова день Не звони Вдруг он под обстрелом или занят Пиши СМСки, но не очень много Чтоб не разряжался телефон Знай, что когда он вернется Будет дергаться во сне Будет кричать Будет не такой, как раньше Я вернулся? Нет Я просто плену, и я вернулся Я ждала и ждала, но вон не возвращался И тогда я умерла Женщина встает, подходит к Саше Я тебе скажу кое-что Только ты никому, хорошо? Хорошо У меня что-то не так со спиной Сам посмотри Женщина берет руку Саше и кладет ее себе на спину Он вытягивает из ее пустой спины окровавленные внутренности Женщина смеется и, выскользнув из его рук, убегает Сцена 9 Белла и Инна сидят на призве Я все себя спрашиваю Спрашиваю и спрашиваю А почему? У меня была своя галерея, друзья, не только в Донецке Мой отец думал, что все сгорит Потому он пришел ко мне Он не верил, что сможет принести голову врага Он или кто-то другой Это не такой уж фокус, принести голову врага, если она у него есть Дело не в этом Дело в том, почему Он действительно будет считать тебя своей дочкой Только если ты выполнешь задание Настоящей дочкой Люди так не делают Люди не делают Что такое любить свой район? Аня объяснила уже Я не поняла Вряд ли я смогу лучше Что такое любить Аню? Прости, такое чувство, что ты в очень странном месте росла В лесу? Не в лесу, нет, но Детей всегда много Половина чужих вместо них деревянные колоды оставляют Половина своих, но даже до десяти доживают Не знаю, в пятой части Никто не считает, никто не следит От голода и холода умирают в первые дни Потом теряются в лесу, болеют Кого-то съедают зверя Они всегда удивительны, что нас много Вчера младенцы, сегодня взрослые И так они нас видят Это нормально, наверное Сейчас я не уверена Не знаю, почему я считала, что этот кусок можно проглотить Что такое любить свой район? Что такое любить Аню? Любить значит страдать Чтобы не страдать, надо не любить Прости, прости Что такое любить Аню? Что такое любить Аню? Я не понимаю, зачем ты повторяешь Когда ей было три месяца, у меня дико болела спина Потому что Аня в три месяца желала, чтобы ее постоянно носили на руках Когда я сделала ее первую фотографию Повесила над столом И она тут же опрокинула воду на нее Ну то есть прямо на нее, на стену Я хочу сказать Мы не знаем, почему Нам никто не объясняет И не планирует объяснять, почему мы живем здесь И с этими людьми Какая связь вообще? Почему у нас рождаются такие дети в таких районах? Но иногда, не всегда, но все-таки Иногда мы можем принять все это Не потому, что должны И не потому, что другого выхода нет А потому, что мы не против Но когда это забирают Очень больно Каждый раз Каждый Зачем это терпеть? Почему нельзя не терпеть? Хороший вопрос, придержи его, я за вином Белла уходит в дом На двор входит Аня со скрипкой и слончак Неплохо, по-моему Смычок канифолью не натерла Левую руку рассылает На правый пальцы еще растягивает Свободно кисть Как ты с такими напряженными мышцами верхней октавы Брать собираешься? Мы не концерт Левальдович Эти песенки тебе кусок хлеба дадут Левальдия не уверен Моя мать любит такую музыку У нее хороший вкус Не играй больше Где Кирилл? Куда-то вышел Я не разрешала Ну мало ли что ты Белла выходит из дома Инна Кирилл в доме? Что ты говорила? Повтори Я говорила Кирилл раньше До того, как я пошла за вином До того, как мы говорили про районы Про детей Деревянные колоды Деревянные колоды оставляют, когда детей крадут Вот это да Иногда заворачивают пеленки Иногда вырезают лицо Пеленки, значит, младенцы Не всегда, просто традиция Традиция Я спросила тебя, Кирилл в доме? Нет Инна Солончакова Ты знаешь эту землю Спроси, где он? Не здесь Не в селе? Но дальше идти некуда Не сядет же он на автобус Его нет Твоя мать Она вырезает лица на колодах? Да Зачем? Потому что это весело Я приведу свинью Белла и Аня исчезают Солончак приводит свинью Инна убивает и разрезает ее Намазывает салом кольцо Солончак помогает ей Они оба в кране В какой-то момент На крыльце появляется Жена Саша Они с сыном и молча Смотрят друг на друга Знала одного скрипача Пришел ко мне забирать жену Уснула под разбитым Молнией деревом Должен был вести ее так Чтоб ни разу не назвать По имени Не смог Все еще играет Забыла, как зовут Могу забрать и твоего Верни Кирилла Он теперь мой, нет Он своих родителей Мы с его отцом Заключили сделку Он получает волю А я что-то настоящая Мальчик мой Я не разрешаю Хорошее село Не возвращай Помню как-то У тебя тут цыгане Помню Встретила девушку Ей как-то хотели Косу отрезать Принесла в подоле Большое дело Ей немного помогла Сделала так, чтобы Голосы у обидчиков Расли внутрь головы Смешная история Если не отдашь Кирилла Я заберу сама Да, конечно Приходи и забирай Вернуться, правда, не сможешь Но это к лучшему Нечего тут делать Дома лучше Заберем скрипача Цыган Твоего отца, если хочешь Никто не захочет С тобой жить Марьяна захотела Марьяна? Считай, я первая Оценила ее по достоинству Детей всегда так много Я тебя убью Нет Я тебя убью Если еще раз увижу До встречи Жена Саши исчезает Некоторое время Инна молчит Инна Солнечку Мне нужен отец Найди Больно Ты музыкант Позори песни Которые ее пели Это больно Я знаю Не так Что? Вы не так Должны сказать Ты будешь мне указывать? Вы собрали меня из земли И вы знаете, что я в землю Вернусь из-за вас Вам жаль Так вы должны сказать Вам жаль Что мне придется сделать это Мне жаль Это не вопрос Тебе будет не больно Если я что-то скажу Мне будет больно Тогда зачем? Люди так делают Так говорят Мне жаль Солончак вздыхает Он садится на землю Напевает песенку Похожую на колыбельную Появляется Саша Как думаешь Почему все колыбельные Похожи на погребальные песни? Она забрала Кирилла Когда те парни погибли Тот смонтировал видео Какой-то Телеканал Под эту песню Марьяна так плакала Всю зиму была в Харькове Малому операцию делали Говорила Смотрела новости И не узнавала улиц Из-за баррикан А потом увидела ролик Где отец одного из мальчиков Искал его возле Архангела Михаила А тот уже был убит И она говорит Я же знаю, где Михаил И начала плакать Марьяна тоже умерла Ты знала? Нет Ее забрала моя мать Моя мать забрала Твою жену и сына Нет, я видел Она была тут Такая Без спины Она дурит тебя Простись, наконец А это кто у тебя? Скрипач Он какой-то мертвый Уже да, мертвый Что ты сказала про Кирилла? Она забрала его Потому что вы заключили сделку Я не понимаю Сделку нельзя разорвать Можно заключить новую Или убить одну из сторон Саша закрывает лицо руками Соберись Она имеет право на твоего сына Но не имеет на жену Ты думаешь с ней бороться? Да Ты ребенок? Ее ребенок У нее сотни детей Что-то я не слышал об успехах У них не было повода Нет, я сам сделаю все Я сам все исправлю Она найдет твое слабое место И предложит сделку И ты согласишься И все будет хуже Дай мне право говорить о твоем имени Доказать, что тебя обманули Дай мне это право И я все сделаю Саша смеется Мамина дочка Дай право говорить о твоем имени И все за тебя сделать Не волнуйся Все волнения позади Ты мне нравишься А значит все прекрасно и удивительно Так это работает Даже скрипача себе забила Нет, спасибо Я как-нибудь сам Ты говоришь о нашей сделке? Я все сделаю Я спасу Кирилла Я стану твоей дочкой Я не заключал с тобой сделки Я просто попросил тебя Ты сказал? Я помню, что я сказал Люди так говорят Просят друг друга о разных вещах Но ты не человек И ты не моя дочь Уходи Ты не спасла Кирилла И на этом сделке, которой не было Конец Инна и Солончак исчезают Саша заряжает автомат Сцена 10 Сад под расколотой молнией деревом Сидит Инна и клиент Шляпа клиента лежит у него на коленях В какой-то момент Рядом с клиентом появляется Инна Он не выглядит удивленным Тебе надо... Вот тут Инна вытирает кровь и мозг Который стекает по щеке клиента Она поставила тебя здесь, чтобы не пропускать Клиент отрицательно мотает головой Чтобы не выпускать Клиент кивает Инна кладет голову ему на плечо Закрывает глаза Клиент толкает ее В чем дело? Нужно заснуть, чтобы пройти Клиент толкает ее еще раз Ты не хочешь, чтобы я туда шла? Я знаю, она меня убьет Попытается убить Все нормально Клиент толкает ее еще раз Ладно, расскажу тебе историю Хочешь? О потерянной голове В общем, жил был человек, которого украли Он все равно умирал, а его все равно украли Почему бы и нет? Это так просто Какое-то время человек думал Что он еще бежит, что пуля пролетела мимо А потом он забыл про пулю Забыл про голову Детей всегда так много Нужно помнить о них Остальное не важно Война не важна Время не важно И та станция на железной дороге Не важна тоже Бой не важен Уже много лет Хотя они продолжают делать вид Я проверяла Но слушай Она нашла новую няньку Скоро ты тоже станешь не важен Не мешай мне У тебя не было детей никогда Я не твой ребенок Инна закрывает глаза Клиент закрывает глаза Они засыпают Заразнись этим Мужчина похожий на Сашу И Кирилл сидят на стуле Я иду на войну Да А вчера был в магазине моделей Да Видел твою сестру Мне 33 Ей 17 равно 16 Должен подружиться Да И слушаться во всем Да Пока я не вернусь Сцена освещается больше На стуле поодаль Сидит кукла в человеческий рост Мужчина кукле Ты защитишь как никто Я знаю Сбережешь моего сына Пока я берегу будущее Украины Смех, холодки Стен освещается полностью Это большой, богато обставленный зал В кресле сидит жена Саша Остальное пространство заполнено существами разного уровня антропоморфности И людьми, которые выглядят мертвыми, но таковыми не являются Среди них Марьяна Это все? Продолжения не будет? Мы работаем Дальше как-то так Кукла подходит к Кириллу Наматывает на него куски ткани Кормит мотками ниток с ложки Смешно Кирилл дарится Тебе тут нравится, Марьяна? Очень Теперь, когда мой сын со мной, я абсолютно счастлива Бой муж тоже скоро придет Это прекрасно Должна сказать, я быстро его убью Марьяна вытирает один глаз рукой Очень грустно Но мужчины это временные дети Вот о чем мы должны заботиться прежде всего Я убью и свою дочь Почему? Она мне мешает А не могли бы вы поговорить с ней? Не думаю, что для этого изобрели достаточно слов Возможно, и я могла бы изобрести новую У тебя много времени Хотите немного документального театра? Свидетельский спектакль? Сцена 12 Арт-галерея в Донецке Мой дед не был омой, если тебе интересно Не он Табор моей бабушки стоял рядом с его селом Однажды он увидел ее и понял, что не может не увидеть снова Она в этом была с ним согласна, кстати Хотя ты, наверное, думаешь, кто вообще ее мнение спрашивает Нужно было, чтобы он принес горшочек золота ее родителям Мужчины генетически должны быть на что-то такое способны И у него специальный горшочек радар в мозжечке Знаешь, не для случаев особо запущенных случаев У него такой радар был Потому что других объяснений тому, что золото он все-таки принес, нет Соседи ее считали еврейкой А ты знаешь, что быть еврейкой в семье еще хуже, чем быть цыганкой Но она была сиротой Это слегка смягчило приговор Ничего они ей больше не знают Хотя, представь Они оба сидят в поле Где-нибудь рядом с выгоном И никакого золота еще нет И табор тести еще здесь И кто знает, как все будет дальше Кто знает, что будет дело Я знаю свое слабое место И я знаю, как это будет Она скажет Саша, хочешь закончить войну? И я скажу, да Видишь, для этого я туда и иду Не ради жены или сына А ради того, чтобы закончить войну Потому что кто-то должен платить сверхурочно И счет будет их Потому что я закончу эту войну И цена в порядке Раньше ее отдавали просто так А я достигну цены Я закончу войну Вы запомните мое время И до конца жизни я буду хотеть, чтобы вы забыли Это такая старая история Кормильцы чем-то мажут глаза Она живет и радуется А потом у нее, допустим, чешется века Она его вытирает рукой И привет Жизнь очень странная Очень странная Муж приходит к тебе и говорит Привет У меня есть ребенок не от тебя Давай знакомить его с нашим ребенком Почтальон приходит к тебе и говорит Привет У меня повестка для твоего мужа Распишись вот здесь Покуй его чемоданы Соседи приходят к тебе и говорят Привет Иди нахуй отсюда Это наша земля Ты не знала, что ли, сутка? И ты живешь У тебя два глаза В одном муж юрист Во втором сержант В одном обычный город Во втором при фронтовой В одном все хорошо Во втором худшее только начинается Но если я выйду в второй класс Что будет тогда? Что будет тогда? Сцена двенадцать Клиент и Инна сидят подростковый пилиш На сцену выходит Саша В его руках горшочек с золотом Он ставит его перед Инной Больше нечего предложить Это хорошее предложение Это отчаяние Это золото Я принес тебе золото Возьми его и сделай все правило Теперь ты готов Теперь я готов заключить сделку Не так Что? Ты должен сказать не так Важно правильно сформулировать Я понял Тебе жаль Так ты должен сказать Мне жаль? Тебе жаль, что ты не смог ее победить Тебе жаль, что ты просишь меня об этом Тебе жаль, что я твоя дочь Или может быть тебе жаль, что я родилась Мне жаль Как все прошло? Плохо В самом деле Она подарила мне голову у врага на серебряном блюде Немного не те ассоциации возникли Самый умный не надо становиться в группу Она сделала тебя главнокомандующим Она сделала тебя королем Она помогла мне сделать то, что я должен И теперь ты должен ей Уже нет И Кирилл, и Марьяна Цена в порядке Мне жаль Я знаю Мне жаль, что я твоя дочь Возьми золото Я буду надеяться, что все забудут мое имя Оно у тебя есть? Ты не выговоришь Тогда какая разница? Ты знаешь, что такое любить свой район? Блять Ты знаешь, что такое любить Аню? Когда это кончится? Ты знаешь, что такое любить Кирилла? Что такое любить Марьяну? Ты знаешь Я знаю Поделись с аудиторией Чувства Когда это забирают? Ты поняла, что такое любовь? Очень больно Любить значит страдать Каждый раз И этот раз, и каждый следующий раз Это называется всегда Можно сойти с ума Почему не сходит с ума? Как это выдержать? Как это выдержать? Нужно взять золото Или меня Тебя Хочешь быть дочкой короля Украины? Хочешь быть моей дочкой? Просто сделай все правильно Просто исправь все, пожалуйста Убить свою мать И править ее царством А когда-нибудь ты унаследуешь и это? Если я убью свою мать Если убьешь Сядь со мной Только не спи Ты ведь знаешь, тебе нечего предложить Она действительно убьет тебя Саша садится под расколотым деревом Как вы познакомились с ней? Расскажи В магазине моделей Это я знаю Она смотрела на человеческие фигурки и смеялась Человеческие фигурки? Она сказала мне Люди такие смешные С ними так весело С тобой тоже было весело Со мной веселее всех Саша засыпает Инна засыпает Клиент толкает Инну в бок Она открывает глаза Мне так не весело Так не весело Клиент поднимается на ноги Берет горшочек с золотом Один кусочек золота он отдает Инне Спускается в зал И раздает его остатки зрителям Финал Аплодисменты Алексей Ленин Аплодисменты Аплодисменты Анастасия Великородина Алина Сибулина Арина Каленская Анастасия Анастасия